перед тем как вы собираетесь снимать клип помимо первого второго этапа вам нужно просчитать бюджет всего проекта бюджет проекта внимание не бюджет клипа а бюджет проект который включает в себя музыкальный продакшен сколько стоит записать вам песню с аранжировкой с сведением с мастерами вот например вы сделали трек 50 тысяч рублей это бюджет проекта совокупность инструментов продвижения это второе сюда бюджет проекта и входит у нас производства музыкального клипа важный момент что в бюджет проекта входит аналитика всего того что вы сделали когда вы уже сняли клип посеяли где-то вам нужно обязательно понять как он отработал помимо того что клип ваш просмотрела 200 тысяч миллион три-четыре неважно 10-20 миллионов человек вам нужно понять кто его просмотрел для чего для того чтобы в дальнейшем было легче привлекать на продать place коммерческую организацию вы конкретно будете говорить мои клипы смотрят в грузии в россии или наоборот вы заходите где-то в сша тут уже проще определить аудиторию до какого момента ваш клип посмотрели какая глубина просмотра имеется ввиду все это важно дальнейшем чтобы вы могли учитывать все свои ошибки делать продукт каждым разом все лучше и лучше и лучше не забывайте об этом аналитику можно сделать самому посмотреть и в настройках собственно youtube и google а также можете заказать платную аналитику она будет дороже но намного качественнее дальше друзья мои мы выжимаем из проекта все информационный повод оптом сэкономит ваши средства обязательно когда вы снимаете музыкальный клип делайте дополнительные материалы делайте видео бэкстейдж хорошего качества в разных форматах очень поможет в принципе в продвижении клипа и вообще какого-то информационного повода который вы будет вокруг этого всего развивать делайте фото бэкстейдж съемок обязательно тоже хорошего качества фотографии в продвижении для изданий как можно больше 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 создавать качественного классного контента круто когда вы делаете студийные фотографии в образе прямо на месте то есть вы заказываете фотографа который снимает вам бэкстейдж у вас уже готовый образ готовый мэйк достаточно профессиональный фотограф сделает вам хорошие считайте студийные фотографии вам не нужно будет заново собирать образа делать мэйк для того чтобы сделать фотографии для там обложки еще чего-то то есть да когда у вас много денег конечно круто отдельно фотосессия отдельно клип здесь вы поработали на что устали потом проснулись хорошим настроением приехали еще раз поработали это все круто там в лайтовой какой-то обстановке но когда у вас немного средств прямо по ходу делайте снимки бывают те промежутки когда можно уделить время фотографии хорошим качественным фотографиям вы платите дополнительные 20 тысяч рублей за фотографа и при этом экономить 40 тысяч а то и больше 100 тысяч 200 тысяч на отдельный фотосессии продвижение данных дополнительных материалов которые вы снимаете это backstage фото backstage видео backstage продвижение бывает на этапе подготовки к созданию клипа то есть вы снимаете том как вы делали там раскадровочку вы снимаете ребята ребята мы готовим клип там stories и снимаете и рассказываете то есть подгоняете аудиторию к тому что собственно у вас что-то происходит и вы вот-вот-вот-вот готовите какой-то клип все это подогревает просмотру вашей работы это вариант 1 вариант 2 продвижение вот этого контента до дополнительного backstage фото и видео после того как вы сняли клип это тогда когда вы подготовили втихую клип выпустили его бомба все посмотрели какую крутую штуку они сняли а как же они это сделали как они сделали эти эффекты тоже круто работает когда о вашем клипе уже чуть 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 забывает и тут вы хоп выкладываете backstage о том как это было снято все вспоминают опять что вы снимали классный клип а это было снято вот так и у вас дополнительная движуха таким образом вы еще продлеваете жизнь вашего клипа продвижение после работает конечно лучше когда вы используете в клипе и вещи которые непонятно как сняты второе